Да, 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 великолепно. Постоянное общение со зрителем, и даже в процессе борьбы, если чувствует себя уверенно, обязательно повернет голову, что-нибудь прокричит. Одобрительное болельщикам они ему чем-то ответят. И таким образом, кстати, они раскачивают своего соперника, также психологически они показывают свою доминацию над ним, показывают, что борьба им дается легко. Ну, Андрей... Вот Илья, например, уже похоронил, честно говоря, Андрея Пушкаря. Ну, и не то, чтобы похоронил, просто пока не вижу, за счет чего можно Андрею реабилитироваться и вернуть интригу. Линия плеч, напомню еще раз, должна быть параллельной линии стола. Первая фаланга большого пальца должна быть видна арбитру. Это обязательное условие перед началом поединка. Без этого складка начаться не может. Вот так, Андрей начал бороться в крюк. Вот, может быть... Нет, все-таки... Насколько сильнее кисти Лората. Он из хорошего, такого глубокого крюка совершенно спокойно раскрыл кисть Андрею. Очень красивый поединок, очень мне понравился. И все-таки, вот, еще раз говорю, о чем я и говорил в начале, что опыт и техника все-таки в арместике очень большое имеет значение. Да, и разница в весе в 22 килограмма, она здесь снивелировалась просто каким-то непостижимым образом. Понятное дело, что когда ты значительно превосходишь в силе соперника, это техническое превосходство может не сыграть свою решающую роль. А когда соперники равны, здесь техника влияет. Потому что вот первые же... Мы видим, что первую атаку Андрея Лорат с трудом сдерживает. Но вот проходит буквально немножко, какие-то секунды. И вот мы видим, Андрея уже пальцы раскрываются, уже не держат. И Лорат ударяет как раз ослабевшие пальцы кистью. Кистьевым движением мощным, мощнейшим просто. Очень красиво борется Лорат, очень технично. Мы видим, что и в бицепс, и в верхом, и в связку. Отлично. Молодец. Понятно, что мы болеем за Андрея, но красивую борьбу не дожди. Ну, красиво, конечно. Тут из песни слов не выкинешь, что тут можно сказать. Действительно очень здорово борется сегодня Девон Лорат. И, в общем-то, никаких пока шансов, к большому сожалению, у Андрея Пушкаря нет. Нет, ну я не сказал, что в одну калитку, все-таки сопротивление оказывает. Ну, конечно, конечно, Андрей Пушкаря-то просто так не оказывает, ясно. Атакует, и в принципе, то, что он сейчас попытался вбиться, потому что он сделал все совершенно правильно. Ну, как мы и предполагали, в общем-то. Но сил уже очень мало осталось. И, откровенно говоря, я вот впервые вижу, чтобы Андрей Пушкарь так проигрывал. Потому что, ну, вспоминаем, да, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Он так проигрывал только, знаешь, как Алексей в Виводе. Да, Алексей в Виводе, причем тоже с крупным счетом, по-моему. Да, если мне помнится. Не, ну, я не помню, были ли армфайты с Алексеем. А совершенно точно на любительский сыр молодежи. Было когда-то какое-то промежуток времени, когда Алексей совершенно точно доминировал. Когда он совершенно легко выигрывал и Джона Бразенко. Но сейчас я вижу все-таки, что Лорат смог подготовиться и быть готовым на сто процентов. Потому что я напомню, дорогие друзья, что левая рука Девона не считается сильнейшей, считается правой его лучше. Что же тогда он на правой покажет? Да, очень бы хотелось это увидеть, но я думаю, как-нибудь еще увидим обязательно. Хорошо атаковал, но кисть не держит Андрея. Да, мы видим, опять раскрыл руку соперника. Да, и в итоге Девон Лорат одерживает победу в этом противостоянии. Он сказал, что он первый. Как не прискорбно нам это констатировать, друзья, но титул чемпиона среди профессионалов супертяжелой весовой категории достается представителю Канады. Я так понимаю, пройдет в любом случае и шестой поединок. Ну, конечно. То есть регламент поединков таков, что все шесть раундов должны пройти, вне зависимости от их исхода. Я не знаю, будет ли бороться сейчас Андрей, чтобы поэкономить силу. Будет, он профессионал. Наверное, будет, да. Хотя, с другой стороны, а вот ты правильно сказал, что экономить силу, ведь мы помним, что на правой руке ему предстоит встреча с Тимом Брестоном. Я скажу, что Тим Брестоном далеко не подарок. Это во-первых, да, и очень много сил уже оставил за столом Андрей Пушкар, несмотря на то, что правая рука у него не была задействована. Тем не менее, общая усталость наверняка присутствует. Да, шестой раунд мы с вами увидим. Счет 4-1 в пользу Девона Лората. И заключительный раунд, который скажет нам лишь о том, с каким счетом завершится этот поединок. Это будет либо 4-2, либо 5-1. Да, и ты заметил, в первом поединке вроде бы так легко все сложилось, так удачно для Андрея. И разгадал Лорат все-таки. Да, вот это и есть настоящий профессионализм спортсмена, который может перестроиться, который может понять, прочитать соперника своего. Что, собственно говоря, Девон Лорат и сделал, я так думаю. Но ему были известны сильные стороны Андрея Пушкаря. Я просто вам попробовал в первом раунде, он понял, что Андрей Пушкарь делает, в общем-то, одно и то же. По крайней мере, он силен в одном компоненте. А так часто бывает спортсменам, которым не хватает достойных соперников. И спортсмен привыкает к одной и той же технике, к своей выигрышной. И вот посмотри, посмотри, как легко. Пальцы не держит, видишь? Пальцы не держит. Пальцы, к сожалению, вот в слабое место у Андрея. Кисть. Ну, хватит уже мучить Андрея Пушкаря. Девон Лорат еще решил так... Ну, не поиздеваться, прямо скажем, но так... Опозначит свое превосходство, прямо скажем. Да, сегодня Девон Лорат был явно сильнее. В любом случае, уважение к сопернику Девон выказал. И, ну, готов он на 100%, молодец. Надо его поздравить с титулом чемпиона мира. Среди профессионалов, по версии ПАУ, профессионалом Рейс Неклик. Ну, вот по-твоему, Илья, чего не хватило Андрею Пушкарю здесь? Он слишком быстро выдохся здесь? Или просто Девон Лорат разгадал его тактику и не позволил ему воспользоваться своими сильными сторонами? Ну, да, он прочувствовал Лорат, его прочитал, прочитал. То есть, чем славится Джон Брэзенк? Тем, что, как говорят некоторые, взяв один раз человека за руку, он уже знает, как с ним можно бороться. Мы видим, что и Девон, несмотря на свой прогресс, достаточно такой однозначный вперед.